Посмотры Петрушинского района губернатор начала с рынка. В Покрове это основное место, где горожане покупают продукты. Мясо частных хозяйств по умеренным ценам, продукция местная. Ассортимент большой и главное – Владимирский. А молочка чья? Молочка – Киржач. Киржач, вот этот новый завод, который открыли, да? Да, новый завод. Хорошо берут люди ее? Ну, народу много того, если нет. Ну, знаете, вот вина стоят, никто не обижается. Никто, да? Те говорят, очень вкусно. Нареканий к работе продавцов губернатор не нашла. А мало того, заявила, что Владимирским рынкам у Покрова стоит еще поучиться. Другое дело – объекты инфраструктуры. В Петушках никак не могут достроить многострадальный ФОК. Недавно объект отобрали у недобросовестного подрядчика, потому что тот сильно отставал от графика строительства. Заниматься работами дальше будут уже другие строители. Конечно, ФОК, его надо достраивать. Вопрос был везде, что молодежи негде заниматься. Вот, стадион закрыт. Семь часов надо, чтобы он работал до десяти. Мы приняли решение по стадиону вместе еще. Профинансируем, чтобы больше можно было заниматься молодежи. На объект потратят почти 209 миллионов рублей. Финансирование из бюджетов всех уровней. В новом спортивном комплексе будут бассейн, зал сухого плавания, сауна, зона отдыха и спортивный зал. Новые возможности ждут и учеников первой школы в Петушках. Еще недавно этот корпус был закрыт. По коридорам ходить было небезопасно. Были неудобства в помещениях, в которых мы сейчас находимся. В актовом зале, в данном коридоре и в внешнем виде спортивных залов. Они были частично разрушены. И поэтому требовался срочный ремонт. Потрески на кирпич на стенах снаружи. Темные пятна на полу, на стенах. В школу вложили 320 миллионов рублей, изменили актовый зал, коридоры, сделали ремонты в спортивном корпусе. Светлана Орлова увиденным осталась довольна. А местным властям дала новые указания. Инфраструктуру в районе нужно улучшать. И в этом направлении проведена уже большая работа. Рапортуют местные чиновники. Проблемы по электроснабжению были и есть еще. Но в прошлом году уже 58 километров линий электропередач заменены были, в том числе, столбы железобетонные. 9 реконструированы подстанции. И в этом году инвест-программа продолжается при поддержке нашего губернатора Светланы Юрьевны. Мы понимаем, что будущее за нашими детьми и спортивная площадка, и строительство школы.